Ты когда-нибудь видел спасение рынков на 1 триллион долларов? Так вот, это происходит прямо сейчас, но на это мало кто обращает внимание, а очень зря, ведь это очень важно для биткоина. Прежде чем мы начнем, не забудь передать лайк за проезд, это очень поможет распространению информации. Ведь, как мы помним, 1 лайк это 10 показов видео. Мы наконец-таки достигли 310 тысяч подписчиков, это было очень сложно, но с твоей помощью мы это сделали. Поэтому, говорю тебе большое спасибо за такую поддержку. И начнем с кризиса, о котором опять же никто не говорит, а он очень серьезен. Фонд недвижимости с капиталом в 10 миллиардов долларов теряет деньги, и у него заканчиваются варианты решения этой проблемы. Об этом пишет Уолл-стрит и повторяет Financial Times. Фонд недвижимости Старвуд стоимостью 10 миллиардов долларов использует кредиты, поскольку инвесторы выводят свои деньги. Только за первый квартал этого года инвесторы затребовали выводы на сумму 1,3 миллиарда долларов. Финансовый кризис не за горами, пишет Уолл-стрит журнал. Ну и чтобы избежать скоропостижного краха, Старвуд Капитал использует кредитные линии. Это большая проблема, причем не только для небольших компаний, но и для средних в области коммерческой, офисной и торговой недвижимости. И это затронет всех, потому что когда падает одна доминошка, за ней идет следующее, ведь глядя на одну компанию, у которой уже есть проблемы, инвесторы начинают выводить деньги из другой. Это похоже на банковскую панику, когда все одновременно бегут снимать свои депозиты и банк просто-напросто не выдерживает. Да, у фондов есть механизмы, которые называются закрытие входной двери, чтобы не позволить инвесторам выводить слишком много денег, но инвесторы всегда находят способы приоткрыть эти двери. Затем двери опять закрываются лишь для того, чтобы ее снова приоткрыли. И так происходит до тех пор, пока фонд совсем не обнулится, когда резервы в нем составляют центы на каждый доллар депозита. Мы видели, как такое происходит, когда начинается паника с любым фондом и с любым активом. Ситуация с недвижимостью сегодня, особенно с коммерческой, близка к панике. И не только потому, что инвесторы пытаются рекордно выводить свои деньги из фондов, но и потому, что мы видим этот график. Это доля займов с первоначальным сроком погашения в ближайшие два года. Сейчас этот показатель не только выше 2008 года, но даже превысил эту линию тренда, которая тянется уже 16 лет. И если процентные ставки останутся высокими, проблема будет еще хуже. Но где это происходит? Только лишь в Соединенных Штатах? Нет. Некоторые американские города опустошаются из-за того, что офисы пустеют. И все началось с пандемии коронавируса, после которой коммерческая недвижимость никак не может восстановиться. Однако в соседней Канаде дела обстоят похожим образом. Города переживают круговой цикл исхода коммерческой недвижимости. В Торонто есть подземный район. Под всем центром города, по сути, находится еще один город. Фактически огромный пешеходный торговый центр, который соединяет все офисные башни вместе, соединяет метро, соединяет все внизу и наверху. В 2020 году он превратился в город-призрак из-за пандемии коронавируса. Последствия этого до сих пор аукаются. Там были и кофейни, и магазины одежды, и все остальное. Туда никто не заходил из-за локдаунов. Пандемия для них была абсолютно разрушительна. И до сих пор мы не видим восстановления до предпандемических уровней. Да, люди вернулись на работу, но все уже совсем не так, как было. Волфстрит пишет. Самый великолепный жилищный пузырь в Канаде. Весеннее ралли сходит на нет. Цены на 14% ниже пика февраля 2022 и ниже сентября 2021. Количество новых объявлений растет. Инвентаризация совершает второй по величине скачок за всю историю. То есть в Канаде исторический рекорд непроданного жилья. Итак, на примере Торонто минус 15% от пика. Ну а что происходит в Китае? Работникам в сфере недвижимости в Китае снижает зарплату на 90%. По сути, они работают за гроши и пропускают различные социальные мероприятия, чтобы пережить спад в сфере недвижимости. Это говорит о том, насколько все плохо. Но здесь начинается самое интересное. То, к чему это может привести, уже неплохо, а отлично. Особенно, если ты владеешь золотом или биткоином. В Китае насчитывается от 20 до 30 миллионов пустующих объектов недвижимости. В то же время, с точки зрения культуры, они не хотят покупать недвижимость, в которой кто-то уже жил. Как заполнить эти здания? Сносить их и строить заново? Хм, вот как. И это, я считаю, самая главная новость для продолжения этого булрана. Китайское правительство собирается купить недвижимость на 1 триллион долларов. Государственные предприятия и местные органы власти уже откликаются на призыв Пекина приобретать огромное количество непроданных квартир в стране. Также Китай собирается выпустить долгосрочные специальные казначейские облигации на сумму 140 миллиардов долларов, чтобы привлечь средства, которые, конечно же, будут использованы для стимулирования ключевых секторов экономики, испытывающей трудности в данный момент. Это же просто нереально огромные новости. Я не понимаю, почему об этом вообще никто не говорит. Когда мы видели такое в последний раз? Помнишь, как во времена пандемии Соединенные Штаты стимулировали экономику триллионами? И что тогда было с биткоином? Он вырос до 69 тысяч долларов. И сейчас мы видим такой же спасательный круг от Китая. Они собираются стимулировать экономику триллионами юаней. Триллион долларов здесь. 140 миллиардов долларов здесь уйдут в экономику. Это очень много даже для Соединенных Штатов, не говоря уже о Китае. И Китай сделает это. Почему? Потому что в Китае недвижимость это гигантский рынок. Его крах недопустим, особенно на фоне всех этих геополитических и экономических амбиций Китая, на фоне новой торговой войны с Соединенными Штатами, на фоне формирования нового экономического порядка. Но нужно помнить, что ситуация такая не только в Китае. Пандемия оставила свой след на коммерческой недвижимости практически во всех крупнейших экономиках, а дальнейшее повышение ставок только усугубило ситуацию. Это значит, что мы можем ожидать такого же экономического стимулирования и от других крупнейших экономик мира. К этому добавляется и следующее. Богатство бумеров, заключенное в имуществе, будет потеряно в результате панических распродаж, чтобы оплатить счета по налогам на наследство. Вот почему недвижимость так важна сегодня. По многим причинам. Ведь сегодня люди используют ее как банкомат. Люди буквально снимают с нее деньги. Для них это банковский счет. Вот что происходит. Норма личных сбережений обрушилась до значений 2008 года. Избыточные сбережения падают уже больше двух лет. Иными словами, накопление денег стало неподъемной ношей. Отложить что-то под подушку – это уже роскошь. Долг по кредитным картам взлетел до рекордных 1,1 триллиона долларов. Просрочки по кредитным картам США на срок более 90 дней достигли 7% самого высокого уровня с 2011 года. Задолженность по кредитным картам в размере 78 миллиардов долларов находится на грани дефолта. И при этом, как мы видим на этом графике, просрочки продолжают расти как 30-дневные, так и 90-дневные. Кроме этого, по всей стране растет количество непроданного жилья. Сейчас на рынке больше домов, чем когда-либо с августа 2020-го. И этим летом это число, вероятно, достигнет пика примерно в 700 тысяч объектов. Ты видишь, что происходит. И как потенциально разрушается богатство людей. Как разрушается коммерческая недвижимость. Как зреет самый большой кризис в истории. Что произошло в 2008-м? Люди старательно выплачивали ипотеку. Они делали все, что считали правильным. Все, что могли. А потом некоторые люди начали возиться с этими ипотечными ценными бумагами и всем остальным. И в результате разорили ни в чем не повинных людей. Просто обнулили старания их жизни. Они вызвали кризис, который привел к падению стоимости жилья. И люди утонули. Вот почему я написал у себя в Телеграме. Самое худшее в постоянном обесценивании фиатных денег, инфляции и печати денег. Это видеть, как крадут жизни твоих уже престарелых членов семьи, которые усердно трудились всю свою жизнь. Это очень обидно. И именно поэтому я держу биткоин. Для того, чтобы так же не украли мою жизнь и жизни моей жены и детей. Вернемся к этой статье. Дома бэйби-бумеров придется распродавать, поскольку их семьям придется платить непосильные налоги на наследство. В ближайшие несколько десятилетий бэйби-бумеры получат в наследство 1,2 триллиона долларов. Но сочетание стремительного роста стоимости недвижимости и недостаточной подготовки может оставить их близких к финансовой беде в самый разгар их горя потери. Эксперты считают, что это может привести к наплыву домов на рынок, поскольку следующее поколение будет вынуждено продавать их, чтобы оплатить огромные налоги, к которым они совершенно не были готовы. Иными словами, кризис будет еще хуже. Однако страны не только планируют масштабные инъекции ликвидности, как Китай и его 1 триллион долларов, но и готовятся к этому кризису. К этому нужно готовиться сейчас. Отдать все долги, не влезать в долги, инвестировать, покупать золото и биткоин. Золото снова вводится в международную финансовую систему, особенно на Востоке. Инвестиционный совет штата Висконсин покупает биткоин через потовый ETF на сумму 160 миллионов долларов. Резервный банк Индии молча перевел более 100 тонн своих золотых резервов из Великобритании в Индию впервые с 1991. Индия теперь будет хранить большую часть своего золота в своих собственных хранилищах. Резервный банк Индии также приобрел 24 тонны золота всего за 4 месяца 2024, что в полтора раза больше, чем покупки золота за весь 2023. Быстрый темп, с которым они накапливают золото, вызывает подозрения, как будто бы они готовятся к кризису. Но почему все это так важно для биткоина? Китай – это вторая по величине экономика в мире, которая контролирует более 17% мирового ВВП. Также Китай – это крупная производственная держава, которая производит практически все. Поэтому все, что происходит в Китае, влияет на мировой рынок. И если копнуть поглубже, то одним из самых значительных потенциальных последствий китайской программы экстренной помощи недвижимости и другим секторам экономики является вливание ликвидности в мировую финансовую систему. Когда Китай выпустит те самые облигации на 140 миллиардов долларов, он по сути займет деньги у инвесторов. Эти новые деньги будут вливаться в китайскую финансовую систему, а оттуда потекут в глобальную. Инвесторы, которые купят эти китайские облигации, затем используют свои существующие денежные резервы, которые они хранят на банковских счетах или в других различных инвестиционных портфелях. Затем эти деньги попадут в Центральный банк Китая, который сможет использовать эти деньги для покупки других финансовых активов, например, золота, что он уже делает, или даже биткоина через потовый ETF в Гонконге. Сделав это, Китайский Центральный банк по сути вольет деньги в мировую финансовую систему, тем самым увеличив денежную массу в глобальной экономике. А как мы знаем, резкий рост глобальной денежной массы приводит к резкому росту биткоина, как видно на этом графике. Посмотри, вот здесь резкий рост денежной массы и такой же резкий быстрый рост биткоина, вот здесь резкий рост денежной массы и такой же быстрый резкий рост биткоина. И как мы видим сейчас, денежная масса опять зазеленела, но резкого роста еще не было. На этом все, меня зовут Богатищий Ди, увидимся с тобой в новых видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok